коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня у нас разбор сделочек две монетки api 3 вход от лимитки от локальной и монетка fxs это на пробой дневного уровня 17 августа прошел наступил день трейдера и рынок криптовалют решил нас по этому поводу очень щедро не вознаградить начнем по порядку видео ориентировано отчасти в комментариях иногда выскакивают сообщение о том что разбираем сделки на истории я сделочки складываю поэтому показываю как это было дом как это было во время и что из этого всего получалось значит начнем сначала почему вообще были шартовые сделки и почему я испытываю шартовое настроение испытывал до сегодняшнего дня очень посмотрим что были дальше уровень по биткойну 29 500 откат с которого мы здесь сделали при хай и после этого подошли обратно к нему здесь тоже были ложные пробойчики уже без за реакции наверх нас начали поджимать и выход вниз выход не состоялся паранормальный бар остановка 28 830 опять у нас накопление попытка выхода в предпробойную плоскость в общем можно это там называть как добор крупным участником и так далее в общем не суть важно закрытие в среду у нас получается под уровнем 28 830 дневной бар закрывается вниз значит смело смотрим продолжение движения в шорт значит я если кто-то не делает я настоятельно рекомендую делать делать скрины складывать себе как я делаю сейчас покажу значит выглядит это вот так монет когда чтобы было видно тикер откуда уровень у меня голубеньким локальные точки фиолетовые как сергей заботкин завещал дневка должна быть фиолетовая и небольшие комментарии то есть я напишу что монетку жмут и ориентируясь на дневный уровень то есть это стандартная пробойная сделка сложного ничего нет следующий скрин дневка стоп тейк и точка входа и опять таки если не получается поучаствовать в сделке да но бывает ситуация там подскочил немножко нужно опять ждать ждать подхода подтверждение уровня и так далее если сделки не участвую то для истории опять-таки оставляю себе чтобы посмотреть понимать что из этого всего может получаться в будущем значит на трейдинг юз включенным как это с залоги неным аккаунтом финанс это выглядит вот так чтобы было видно сделочки вход в пробой немножко постояли попилили все в рамках стопа первый выход фиксированный как и планировал да и второй выход там далеко вниз когда все это дело полетела тут просто по рынку закрывал потому что насыпало очень очень бодро и сделочка интродей переросла но если в процентном соотношении смотреть от точки входа монетка упала почему-то не ставится . монетка упал на 15 процентов такое бывает не часто но если бывает конечно от купить самое самое дно это большая редкость и удача я считаю то есть это все происходит очень быстро и стремительно закрытом в общем то было неплохо вторая ситуация немножко нестандартная в плане определения возможной точки входа и то как расторговать но логику тоже сейчас все расскажу монетка api 3 девочка 1037 здесь без точки входа большая владельность пролетели распилили и уехали чуть откатив в откате появляется лимитка то есть если мы рассматриваем лимитные уровни которые строятся по ходу движения и в момент падения появляется лимитка то такую лимитку чаще будут разбивать то есть те кто торгует именно пробойные формации до узкие на торговочке поджатия фондовый рынок те кто работает стакан на определенном значении видит крупную заявку которая уменьшается то есть с каждым подходом цены к уровню рыночным рыночными ордерами от лимитки отрезаются кусочки и объем уменьшается если объем уменьшается скальперы могут заходить и перед пробоем потому что после пробоя вероятность того что проскользит крайне высоко но если следить за стаканом что лимитку разбирают то можно пробовать заходить да не исключен айсберг и когда одна заявка пропадет на ее месте появится другая точно таким же объемом это эти ситуации бывают но и с ними мы понимаем как работать значит если лимитка строится по ходу движения такая лимитка чаще будет разбиваться если лимитка строится против движения то есть мы делаем движение затем делаем откат и в этом откате появляется лимитка даже несмотря на то что у нас точнее не так вот так даже несмотря на то что мы находимся выше дневки я всегда оцениваю запас хода то есть в данном случае от лимитки до дневки у нас есть 6 стопов показать вот так до дневки 6 стопов если мы рассматриваем торговлю в диапазоне в каком-то то от точки входа до границы диапазона дневной уровень вполне себе может выступать как граница некого диапазона торгового необходимо оценить запас хода то есть мы можем от точки входа подойти к уровню ткнуть и поехать обратно то есть можем и не дойти поэтому нужно ну как не то чтобы здраво но трезво оценивать запас хода на который мы можем рассчитывать входы от лимитки очень короткий стоп 3 копеечки всего то есть вход на 1 1 1 копейку ниже на одну копейку за уровнем стоп лосс потому что если это лимитка не удержится и нас потащу дальше нет смысла ставить большой стоп расчетный там татара если это лимитка значит стоп сразу за лимитку если она держит значит она держит если она не держит то какой стопы не ставьте куда здесь могут понести слева ну вот единственно верно откат на который можно поориентироваться далее у нас вот откат здесь пробитый локальный до экстрема на младшем таймфрейме то есть можем к нему приехать на ретест и там и будем смотреть не нужно вот это движение пересиживать лучше здесь поискать другую точку входа если таковая будет да по торговой модельки и заходить уже от нее данном случае лимитка выходы также сейчас секундочку покажу и здесь получилось закрыть более 60 к одному единственное не на весь объем потому что я по ходу закрывал частями и как это в точке наибольшего интереса закрыта там практически полностью позиция стопик максимально близко и начали вкатывать полностью закрыта позиция вход от лимитки вход также лимитной заявкой поэтому вот как-то странно отображаются в трейдинг его эти входа выхода если лимитка видимо несколько исполнений очень кучу стрелочек бывает даже что экрана не хватает они туда рисуются далеко далеко высоко вот и движение просто колоссальная более 70 стопов пролетели очень быстро и резко но биток конечно сделал вчерашний день скажем так и еще одна ситуация была здесь не зацеп монетка аркм поставил лимитку хвостики цеплялись ну то есть они пересекали цену заявки 3888 но сделка не открылась то есть такое тоже бывает по рынку я не стал прыгать тоже вот локальная лимитка на подходе к локальному уровню круглому 039 распила распилы небольшой ложный пробой и при последующем подходе появляется лимитка и явное удержание цены под уровнем выравнивания в наличии сел стоп сел лимит прошу прощения 3888 не зацепили и здесь конечно тоже потенциал движение будь здоров 3888 стопик сразу за лимитку 3 копеечки и движение здесь конечно было просто сумасшедшие 130 стопов к одному это м5 по сути дела здесь за полчаса так что это сделочка историческая она красиво отработала но без точки входа к сожалению аудио тоже неплохо но очень большая волатильность на ретест пытался подбирать ждал ждал пятиминутные бары полтора процента я такой не трогай для меня это слишком большая волатильность коротенький стоп хотелось бы за уровень поставить но к сожалению не дали тоже сделочку без точки входа то есть такие ситуации тоже будут не всегда будут сделки такого плана такое количество стопов насыпается крайне редко но если рынок показывает до свое возможное направление дальнейшее и это можно понимать то есть на вчерашний момент пока все происходило и падало никаких новостей о том что там скриптой все плохо и так далее то есть такого не было сейчас новости набегут аналитики объясняться эти движения но это будет уже потом движение уже состоялось кто заработал тот заработал кто не заработал тот увы остался не удел ложка хороша к обеду поэтому такие ситуации нужно стремиться забирать напоминаю дальше что на биткоине было очень большое накопление мы здесь долго стояли после роста откатив сделал небольшой переходе нас как бы втащили обратно не выпуская на дальнейший рост попытки были но вы если инструмент жмут если он упал и не растет если он там вырос и там нет дальнейшего роста после отката если инструмент ну вот как сейчас мы вроде откатили от падения половину на практически этом процентов 40 наверно и пока нас придерживают то есть не выпускают дальше наверх есть откат к откату можно ориентироваться если нас будут поджимать к откату пожалуйста можно пробовать забирать обратное движение вот на сегодня наверное все если интересно понимать да там пытаться понять разбираться в рынке курс на площадке мой все разбираем все объясняем все разжевываем отстающих не бывает тем объясняют до полного понимания чтобы вы могли трезво оценивать ситуацию и убрать ту самую предвзятость когда там bitcoin по 100 тыс значит буду только покупать есть куча всяких профильных каналов где наверное месяц уже кричат о дальнейшем росте битка но вот к сожалению все обернулась прахом все продано такое серьезное падение общем посмотрим что будут дальше нам показывать какие рисуночки рисовать и от этого будем уже работать все всем удачи пока пока